Украинский план победы, представленный Зеленским в Верховной Раде, вынудил венгерского лидера Виктора Орбана пойти на срочные меры с русскими Шольцем и Макроном. Президент Европейского государства призывает Запад начинать переговоры с Россией. Приветствую вас на нашем канале, не забудьте подписаться и поставить лайк. Накануне, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде так называемый план победы, который ранее был презентован всей западной верхушке. В Европе большого энтузиазма не вызвал ни один из пяти пунктов плана, а председатель комитета Совфеда по международным делам Георгий Карасин и вовсе отметил, что план Зеленского вызвал уныние в Европе. Бред Зеленского по теме некоего плана победы вызвал уныние в Европе, да и в мире в целом, написал Карасин в своем телеграм-канале. Западные СМИ, сдержанно описывая реакцию европейских чиновников, отметили, что план Зеленского не вызвал особого энтузиазма в Европе. Об этом прямо говорит заголовок The New York Times. Предложение Зеленского сильно полагается на увеличение западной поддержки. Пока что союзники Украины встретили его без энтузиазма. Сегодня в одной из западных социальных сетей высказался лидер венгерского правительства Виктор Орбан. На личной странице он написал, что от озвученного нелегитимным плана бросает в дрожь. Зеленский представит свой план победы. От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию. Написал Виктор Орбан. Поддержите нас подпиской и оставьте свой комментарий. Своим планом Зеленский вынудил венгерского премьера идти на срочные меры с русскими, канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном. Орбан призвал европейских лидеров как можно скорее начать переговоры с Россией. Я также призову сегодня канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с русскими от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации. Написал венгерский премьер. Виктор Орбан также подчеркнул, что коллективному Западу следует изменить стратегию по украинскому конфликту и отметил, что большую часть ответственности за неудачи ЕС в военной помощи Украине несет глава ЙОК Урсула фон Дёрляйен. Нужны изменения. Но это означает не то, что нам нужно больше войны, более опасное оружие и оружие дальнего действия, а то, что нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры. Резюмировал лидер венгерского правительства. Ну а дальше друзья, я жду ваших мнений в комментариях. Всем спасибо, до новых встреч.